Уже несколько лет подряд Молдова попадает в список стран с наименьшим количеством туристов. Среди лидеров этого антирейтинга Бангладеш, где на одного туриста приходится 1273 местных. На втором месте Гвинея – 372 местных на одного туриста. А наша страна занимает почетное третье место – 323 человека на одного приезжего. Стоит отметить, что Молдова считается непривлекательной для туристов из-за неудобного расположения и отсутствия привлекательных мест. В принципе, все это объясняется еще и тем, что Кишинев занимает шестое место среди самых уродливых городов мира, по версии одного из гидов по городским путешествиям. На шестом месте расположился непривлекательный Кишинев – столица Молдовы. Это индустриальный город, состоящий из уродливых зданий и жилых помещений советской эпохи. В Восточной Европе много городов-пережитков советского времени, но мы ожидали большего от столицы. А что жители столицы думают о своем городе? Думаю так же. Почему? Потому что действительно в последнее время строится в разных парках, где хочешь, только не за планету. Нет. Кишинев – красивая столица. Почему? Ну, у нее есть свои прелести, как сказать. Так не думаю. Потому что есть и места очень красивые, очень. Недаром туристы ходят по Молдове. Есть и места, которые можно смотреть, красивые. Стоит смотреть. Можно было бы, чтобы улучшить, вот скажем так, например. Чтобы не было разнобоев всяких строек, чтобы все было в унисон и все остальное то же самое. Это так. Я работаю в институте физики. Когда к нам приходил примар, я вам сказал, что город деградирует исключительно. Имея такие красивые парки, город очень зеленый. Это плюс большой, по сравнению с другими городами. Но хозяина нет. Просто стыдно. Ну, я не думаю, что это правда. Может быть, статисты ошиблись, потому что мне нравится наш Кишинев. Я в другом месте жить бы не хотела. Есть, конечно, и те, кто не считает город уродливым. Однако большинство согласно с мировым рейтингом. И причинами называют мусор, плохие дороги и хаотичные постройки. Немаловажным аспектом непривлекательности столицы являются и пристройки, которые заполонили Кишинев. Они появляются в самых неожиданных местах. А порой жадные хозяева даже ограждают территорию под личный двор. И что самое интересное, большинство из них являются незаконными. Решить эту проблему власти решили штрафом, благодаря которому вырисовывается следующая картина. Пристроил дополнительную площадь, заплатил штраф и живи спокойно. Причины такого феномена очень проста. Граждане просто пытаются улучшить свои жилищные условия, пристраивая дополнительные помещения и расширяя балконы. И далеко не все думают о том, что это портит архитектуру города.